Привет! Всем очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Сегодняшний влог начинаю с некоторых домашних дел, а именно чистка утюга. Это то самое, до чего у меня давно не доходили руки. Я уже не раз озвучивала, что в своем ведении хозяйства я расставляю приоритеты. И есть то, что у меня прям обязательно выполняется. Это чистые полы, чистые поверхности, порядок на поверхности, порядок в шкафах, вовремя политые цветы и так далее, и так далее. Но есть то, до чего руки не доходят, просто потому что физически ты это все не успеваешь, а иногда банально забываешь. И вот что касается чистки утюга, конкретно здесь есть фильтр, про него я вообще забыла. Не просто мне руки не выходили, я просто забыла, я боюсь его открывать. Сейчас мы с вами это откроем, посмотрим степень запущенности. Но вот что касается чистки. Я совершила огромную ошибку. Я в этот утюг заправляла обычную воду из-под крана, она у нас жесткая. И вот эти вот отверстия, они забились. Когда я включаю пар, именно пар, из-за этого всего столько сыпется и без конца. У меня нет никакого средства в доме от накипи. Почему? Потому что когда мы установили фильтр на воду в чайнике, в графине, там где вода, накипь просто перестала существовать. Я забыла, что такое накипь в чайнике, накипь в графине. Но вот утюг, я там в него заправляла обычную водопроводную воду. Балда. Надо исправлять свои ошибки. Утюг я буду чистить чудо-смесью. Это вода и столовый уксус. У меня это 9%. Пропорция один к одному. В данном случае я наливаю 50 миллилитров уксуса и 50 миллилитров воды. Так как... Во! Сейчас посмотрим, образовалась ли накипь. Смотрите. Видите, что происходит? Смотрите, сколько всего. И вот тут. Я уже почистила эту зону. Там внутри сухой тряпочкой все протерла. А эту детальку сполоснула щеточкой и простой водой под краном. Все, мы вставляем это все обратно. Так, правильно я вставляю? Вот так. И закрываем. Конечно, это делать надо гораздо чаще. Утюг я уже подключила. Взяла полотенце. Такое, которое не очень жалко. Я его в любом случае буду стирать. И мы будем всю эту гадость на вот это полотенце. Кстати, поскольку здесь у нас уксус, видите, уже пошел пар. Рекомендую еще открыть окно. Важное предупреждение. У нас уксусная водичка. Хоть и уксус столовый девятипроцентный, будьте аккуратны с паром, чтобы не попало в лицо, в глаза. Когда первая партия уксусной воды уже вся израсходовалась, я следом добавляю еще где-то 50-80 миллилитров простой воды, но теперь, естественно, фильтрованной. Чтобы хорошенько смыть вот эти уксусные остатки и еще раз пропоровать. Готов результат. Все отверстия чистенькие. Я надеюсь, что все, что там было внутри, вышло, потому что выходило много. Плюс почистила фильтр. Мой утюг Тефаль. Мы его покупали в Польше давно, года три или четыре назад. Ну, тогда мы ездили, плюс там выгодно было. Нравится, что у него узкий носик, легко в любой складочке пролезть им. Поверхность нравится. Да, вообще, дизайн, как он в руке лежит. Есть опция пара, брызгалка. И разные тоже функции для разного типа ткани. Утюг у меня чистый, окно открыто настижь, так как в комнате знатный запах уксуса. Но все вылетрится, все пройдет, зато утюг чистый. Надеюсь, что я вас замотивировала тоже почистить. Если не утюг, то ту часть квартиры, ту вещь, до которой у вас тоже давно не доходили руки. Сейчас сделаем небольшую паузу в домашних делах. Я переоденусь и поделюсь с вами небольшими летними покупками. На фоне прекрасная музыка, ремонт, снова ремонт у соседей. Ну да ладно, он нам не помешает. В общем, я уже привела себя в порядок, переоделась, усилась удобно. И сейчас девчонки с вами поболтаем. Я поделюсь своими летними покупками небольшими, точнее даже это находками. Начну с вот этой блузы голубой, такой небесной, которая на мне. Она очень женственная, тоненькая, это хэбэшечка, с завязочками. Правда, я не знаю, как их завязать, поэтому вот они у меня просто пока висят. Будут идеи, подсказывайте. Здесь открытые плечи. Этим она меня и привлекла. Это фаберлик, не знаю, уже сказала или нет. Единственный момент, здесь вот резиночка, и она тугая. Я еще долго в этой блузе не находилась. Не знаю, будет ли она натирать или сдавливать, оставлять след, потом посмотрим. Но я ее пока ощущаю на своих руках. При этом во всем остальном, в остальной части тела она великолепна. Сидит такая свободная, дышащая, вот на жару, на лето, для дома. Очень мне понравилось. Я от нее в восторге. Сейчас покажу, как она внизу. Вот здесь у нее тоже, видите, сборка, резиночка и такая легкая борочка. Кстати, небольшой животик она скроет. Там у меня юбка, я вам покажусь в полный рост. Дело в том, что у нас будет семейная фотосессия на природе, и я уже выбираю, в чем я буду фотографироваться. И пока у меня, как вариант, этот образ. Вернемся к блузке, в общем-то, хорошенькая, очень приятная. Я тут невесомые бусики. Тоже иногда спрашиваете, откуда они. Когда-то, года два назад, была блогерская рассылка средства, по-моему, от Виши. Такая сыворотка была. И она была красиво упакована в деревянную такую коробочку, в которой еще в качестве комплимента, я не знаю ли подарков, были вот эти бусики. Поэтому я не знаю, где их можно купить, но вот они просто были мне в такой рассылке. Я их редко ношу, они такие специфические, но они очень легкие и прикольные. Следующая покупка, моя находка, это купальник красненький с цветочками. Очень хорошо сидит на фигуре. Это купальник-конструктор, я покажу его ближе, крупным планом. То есть отдельно вверх подается, отдельно низ. При этом низ в нескольких вариантах стринги, такая классика, как я выбрала. И были еще чисто красные трусики. То есть вверх, видите, с цветочками, я трусики, точнее плавки выбрала с цветочками, ну как комплектом. А у них был вариант просто красные плавки. Я примеряла, но мне все же захотелось, чтобы было одним комплектом. Сейчас я смотрю, многие так на пляже надевают купальники, когда верх один, низ другой. Но мне все же как-то классика ближе. Очень нравится чашечка. Она такой модели, выигрышно подчеркивает грудь, держит ее хорошо, там нет никаких косточек. При этом есть вставка, такой тоненький-тоненький, не знаю, что это за, как типа поролончик, что-то такое. Его можно вытащить, можно оставить. Но мне кажется, если вытащишь, он прям совсем будет тоненький. Поэтому я оставлю. Это не вот этот пушап, который прям сильно увеличивает, но хорошо смотрится, аккуратненько сидит. Единственное, что мне не нравится в этом купальнике, завязки верхние вокруг шеи, за шею там, на шею. А я все же люблю, когда обычные лямочки. С ними как-то проще. И еще знаете, почему мне не нравится? Бывает так, что вот в этот узелок, в завязочку, забиваются у меня мелко отрожки, которые отрастают волосики. Ай, больно становится. И мне иногда эта завязка дерет волосы. Я не знаю, может это у меня такая только проблема. Если у кого-то тоже так поделитесь. В общем-то, поэтому мне не очень нравится. Но я настолько, вот чашечки, цвет меня привлекли, и цена была нормальная. Я уже, знаете, махнула рукой на эти завязки. Думаю, ладно. К сожалению, варианта верха с лямочками не было. В общем-то, довольно купальником. Лишь бы нас лето радовало такой погодой, когда можно будет его надеть на пляж. Следующая моя покупка, я ее отнесла тоже к летней, потому что она летняя. На фоне стоит цветок, орхидея, беленькая. Я выбирала между этой чисто белой, и там еще была белая, но у нее в центре лепесточки были с таким окрасом, сиреневый, бордовый, они разные были. Но я остановила свой выбор все-таки на чисто беленькой. Тем не менее, у нее есть там едва заметные такие, знаете, сиреневые прожилки. Она высокая, очень красивые такие цветочки. И я свою скромную коллекцию орхидеи пополнила вот беленькой. Теперь я еще хочу желтую орхидею, но может быть на день рождения кто-нибудь мне подарит. И осталась у нас всякая мелочь, которая располагается вот в той корзине, я ее собрала. Я назвала эту корзину женских радостей, там косметика. Начну с двух средств для лица, защита от солнышка. И сразу хочу сказать, это не реклама, не обзор. Эти средства я покупала за свои деньги в нашей местной аптеке. Средство АВЭНа, я с ним была заочно знакома, у меня был небольшой пробник. Я в своем инстаграм показывала его и спрашивала вашего совета насчет крема, вот, с защитой от солнца, ну, чтобы не оставляла жирные пленки. Вы много чего мне писали, но была такая, знаете, тройка лидеров. Это Виши, Биодерма и Ля Рашпузе. И я остановила свой выбор на Ля Рашпузе. Когда мы ехали в город по делам, думаю, так, я в аптеке куплю Ля Рашпузе. Кстати, я такие средства всегда в аптеке покупаю. Так вот, когда я зашла в нашу местную аптеку, у них была акция на вот эти средства. Значит, два по цене одного. То есть берешь одно средство, второе в подарок. Но именно из вот этой линейки, не любое, а именно из этой линейки. Я сначала вот так думаю, зачем мне два средства, куда я столько мне летом. Очень удобно, кстати, с подругой или с кем-то, вот, с мамой выбирать. Я присмотрелась, у них оказалось, есть одна просто эмульсия. Вот как раз у меня пробник эмульсия была от солнышка. Здесь фактор защиты 50. А второе средство идет с корректирующим эффектом. Он похож на тональник, но все же он отличается от тонального средства тем, что очень легкая текстура, наносится как крем и при этом выравнивает лицо, да, делает его более ухоженным, аккуратным, но как тональное средство, оно не перекрывает какие-то ваши недостатки. Если есть какие-то покраснения, не знаю, там может быть синячки, какие-то высыпания, к сожалению, это средство вам не решит вопрос. Это именно такой вот крем с защитой, с легким корректирующим эффектом для выравнивания лица. Вот, кстати, сейчас на мне вот это корректирующее средство, ну и плюс сверху пудра. Но у меня нет каких-то серьезных высыпаний, покраснений. Тем не менее, под глазки я все равно наношу свой любимый корректор. Я вам чуть дальше про него покажу, расскажу. Это не моя летняя покупка, мне давно его свекровь подарила, еще зимой. Но я от него в диком восторге буду покупать только его, наверное, потому что он делает свое дело. Ну, чуть позже. Короче говоря, я осталась довольна. Действительно, Авена не оставляет жирной пленки. Более того, я даже так думаю, если у вас кожа сухая, вам придется под этот крем, ну, если даже простую эмульсию возьмем, накладывать свой обычный крем. Потому что вот эта эмульсия, что она, что вот это корректирующее средство, они моментально впитываются. И я так скажу, не совсем экономичный расход, потому что я так прилично продукт выдавливаю, чтобы хорошо намазать себе лицо. И оно моментально впитывается, никакой жирной пленки, действительно. Но при этом, если кожа сухая, может даже, я не знаю, подсушивает оно, что ли. В общем-то, даже один раз я под эту эмульсию наносила свой крем. Мне показалось, что как будто бы суховато. Но это было один раз. Обычно я вот корректирующее средство наношу сразу, вот умылось, и я его наношу на лицо, без крема. Так, все с этими защитой. Почему я вообще использую такую большую защиту 50? Потому что рекомендовал косметолог. Она мне даже говорила зимой, в пасмурную погоду, все равно наносить крем с защитой. Выбирайте, говорит, дневной крем с защитой, если не хотите там отдельно что-то покупать. Так, как все равно вот эти лучи, они круглый год. Но летом особенно. Плюс любой наш загар, он красивый. Я обожаю загорелое тело. Но этот загар нам, девочки, так портит кожу. Она быстрее сморщивается, сушится, в общем, стареет. Как ни крути. Понятное дело, что старость всех, всех достанет. Но зачем помогать этому процессу? Поэтому я сейчас все тело намазываю минимум 30 фактор, на лицо 50. Перейдем к следующей косметике. Маленький, аккуратный тюбик. Это крем для кожи вокруг глаз. Покупала его исключительно для того, чтобы брать с собой на тренировки. Так как я после тренировки в спортзале принимаю душ, умываюсь хорошенько. И мне нужны какие-то кремы. Брать с собой свой крем не хочу. Во-первых, он большой тюбик. Во-вторых, туда-сюда из сумки перекладывать это время, это неудобно. Поэтому в сумке у меня свой арсенал косметики для тела и для рук, для лица и вот теперь для кожи вокруг глаз. И остались в моей корзиночке две помады. Одна из них, лореаль, сейчас на мне, цвет кораллов. И вот это не просто находка, открытие этого лета, но и всей моей жизни. Потому что ранее коралловые персиковые оттенки я даже не рассматривала. Я считала, это не моя гамма. Почему-то я даже не пробовала их. Пока мне моя зрительница, вы просто чудо у меня, написала, попробуйте коралловый оттенок. У вас цвет кожи, волосы, в общем-то, все сходится, должно подойти. Я, как знаете, почитала, подумала, нет. А потом, когда я выбирала розовую помаду, вторую, в магазине мне консультант говорит, а не хотите попробовать коралловые оттенки, вам должно подойти. Правда, у меня еще мысль промелькнула, а случайно это не та самая подписчица. Ну, в общем-то, я думаю, давайте попробуем. И мы перепробовали разные бренды, и бюджетные, и даже дорогие, такие как Шанель, Диор, Ланком. Вот из всех мне понравился оттенок в бренде Лореаль. Но есть минус этой помады. Она у меня стекает за границы, за контур губ. У меня такого, кстати, давно не было. Вот взять Фаберлип помады, у них, кстати, помады не стекают, не растекаются. Вот как намазал, они так и держатся. Они могут съедаться, но за границей, за контур губ, даже без карандаша, ни на шаг. Если только неаккуратно, наверное, будешь есть что-то, то вот эта Лореаль, она увлажняющая. Я не знаю, почему, видимо, то, что вот этот эффект, может, он на моих губах не сидит, стекает. Через 2-3 часа с этой помадой она у меня находится за контур губ, что мне не очень нравится. Я, правда, не попробовала еще с карандашом. Думаю, может быть, карандаш будет, знаете, как таким барьером задерживать. Но я разочарован. Однако цвет просто бомба. Еще раз повторюсь, я и Шанель смотрела, и Эстеллаудер. Да разные эти помады. Не из всех вот этот оттенок больше приглянулся. Но это первый мой оттенок, который я попробовала. Все-таки сводча мы делали на руке. На губах он немножко по-другому лежит. Если вы пользуетесь такими оттенками и уже у вас есть какой-то фаворит, поделитесь, пожалуйста, брендом и номером тона. Вот именно коралловые, может быть, персиковые оттенки. А я уже там посмотрю. Будет интересно, потому что для меня это вот новое теперь непаханное поле этих цветов, этих тонов. Короче говоря, нравится сама помада, ой, сам цвет. Но помада по качеству не очень. Хотя она, кстати, дороже по Берлин. Вот тебе, пожалуйста, дорогой бренд или нет. Вторая помада Калистар. Тут одна упаковка чего стоит. Она такая красивая. Правда, она объемная и не влазит в мою стойку для помад. Ну и да ладно. Вот это, конечно, бомба цвет. Он мне тоже безумно нравится. Девочки, это такая, знаете, роза. У этой все в меру. И шиммер в меру, и цвет такой, что, мне кажется, многим подойдет. Даже консультант говорит, очень универсальный оттенок. Он у них как-то и популярный. Я вот в одном магазине его не было в наличии, покупала в Литуале. Причем в одной сети его не было. Именно этого оттенка в наличии был тестер, но оттенка не было. Зато я нашла в другом магазине. Я оставлю название и номер. Короче говоря, это тоже моя любовь. Что же касается качества помады Calistar, то это не первая помада этого бренда в моей жизни. Она у меня уже была, и это супер качество. Вот тут можете тратить деньги и не сомневаться. Потому что она не растекается за контуры губ. У нее идеальная пигментация. Ложится просто как будто ваши губы шелк. Покрывает. Девочки, Calistar помады. Мне, кстати, даже больше нравится, чем Chanel и Dior. У меня есть помады Chanel и Dior, и даже Lancome. Calistar мне нравится по ощущениям больше. Но, возможно, это все индивидуально. Не хочу говорить, что это лучше всего, а это хуже. Это лучше для меня. Только, лишь для меня. Тем не менее, если я вам подкинула какую-то идею, то буду очень рада. В общем-то, Calistar прелесть. Да и вообще довольна своими покупками, находками. Девчонки, берите себе на заметку, если что-то приглянулось. Ну, а дальше меня ждут другие домашние дела. Сейчас я покручусь перед зеркалом, еще попримеряю всякие наряды для фотосессии предстоящей. Хочу помыть окно и там с крышками надо решить вопрос с кастрюльками на кухне. Оставайтесь со мной, я думаю, вам тоже это будет мотивацией, вдохновением. И напомню, делитесь своими какими-то находками, помадами, еще чем-то. Музыка. Музыка. У меня сейчас на фоне работает стиральная машинка, поэтому такой звук. В общем-то, я как всегда мою окна по своей системе. Сначала какой-то простой тряпочкой я убираю всю пыль и грязь, а затем уже специальная тряпочка, интересная для стекол и зеркал, такой, знаете, завершающий штрих. Мне так удобно, я так уже много лет мою стекла, именно окна. Мне нравится. И всегда хороший результат. Вымыла я окно и очень довольна. Быстренько, зато смотреть теперь через него очень даже приятно. Орхидея меня радует. Три стрелы и все сейчас цветут. Вот она моя красавица. Я ее прячу от солнечных лучей. Когда солнышко прям в окна светит, я опускаю шторку, ролету, и солнышко на нее не попадает. Зато большую часть времени дня ей, видимо, комфортно. В условиях хронной комнаты здесь более влажно, чем в остальных комнатах. Очень красота. У нас, кстати, здесь на подоконнике ставим такие палочки ароматизированные, индийские, покупаем натуральные. Очень удобно поджигаешь, такой приятный аромат. Но он, конечно, такой, знаете, вот тоже специфический, это не прям такой парфюм. Но интересный. И это, мне кажется, лучше, чем прыскать какие-то такие освежители химические. Но я ни в коем случае сейчас не хочу вас отговаривать. У нас, кстати, есть один освежитель воздуха. Им, правда, удобнее, попшикал и все. А эту надо, конечно, зажечь, потом не забыть ее задушить. Такое тоже иногда бывает. Забудешь, приходишь, а тут просто такая дорожка из пепла. Ну, такое редко у нас бывает, но бывало. Не без этого. Так, здесь у нас вот стоит за цветочком. Когда же мы зажигаем, вот примерно в эту зону ставим. Можно еще на пол. У меня Миша любит вот так на пол ее поставить. Оно как раз поднимается вверх. Аромат. Так что, если вдруг никогда не пользовались, рекомендую. Очень классная вещь. Не обязательно в туалете. Есть разные ароматы. И для спальни можно. Для любой части квартиры вот эти благовония прям супер. Но выбирайте именно натуральные индийские. Потому что есть еще какие-то такие химические. Вот они прям такой у них вот химозный аромат. А вы выбирайте натуральные. Если не брали еще, попробуйте. И обязательно, да, к ней нужна подставочка. Вот к таким палочкам. А за окном наступила незаметно ночь. Светятся окна. Так уютно. У меня, правда, сейчас не самое удачное освещение. Потому что, ну, горит один светильник надо мной. Да, я и не собираюсь сейчас толку болтать. Я была очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. За то, что вы делитесь своей теплотой со мной, поддержкой. За ваши пальчики вверх. Для меня это всегда. И приятное вдохновение. Очень надеюсь, что вы со мной сегодня, девочки, просто отдохнули, переключились. Может, даже что-то полезное себе взяли на заметку. Какую-то идею моих покупок. Или как почистить чайник. Ой, чайник. Чайник. Утюг. В общем, ладно. Я вам желаю хорошего настроения. У нас уже половина лета позади. Осталось еще половинка. Но это, знаете, лето еще наполовину полное. В общем, хороших вам летних, теплых деньков. Развеяться. Подготовиться к уютным, очаровательным осенним будням. И я вас буду ждать совсем скоро в новых своих видео. Все. Пока.